Мы должны объективно видеть то, что происходит на территории Беларуси и вокруг, потому что если мы неадекватно оценим обстановку и спланируем свои действия, мы будем иметь бледный вид в любом столкновении, в любой конфликтной ситуации. Ну и, к слову, мы знаем, что натовцы начали масштабное учение вдоль наших границ. И фейки, и рассуждения, и предположения появляются разные. Мы это не скрываем. Журналисты у меня об этом уже спрашивают. Было 3 тысячи, а сейчас под 40 тысяч человек у наших границ и проводят масштабное учение. Я не скрывал никогда, я не скрываю, министру обороны, генштабу поставлена задача. Мы должны предусмотреть все. Во-первых, мы должны видеть, что, как вы говорите, на сопределе происходит. Пограничники очень много информации дают. Комитет госбезопасности, да и военные видят, что происходит. Нас никто не должен застать врасплох. Урок прошлой войны. Мы не агрессоры, мы ни на кого не собираемся наступать, но порох не только надо держать сухим на перспективу, но и сегодня ухо надо держать востро. Надо видеть, что предпринимают рядом с нашими границами наши соперники. Я говорю это откровенно, чтобы они понимали. И реагировать. Смысл внезапной этой проверки состоит в том, как я ставил задачу перед министром обороны, чтобы мы неожиданно вывели части на случай войны. Вот представьте агрессия. Как она будет совершаться в западной или южной территории? Мы несколько сценариев видим. Поэтому и, соответственно, этим сценарием, если, не дай бог, так будут реализовываться события, мы должны отвечать. Значит, немедленно ставится подразделением частям задача выдвинуться туда-туда, перекрыть дороги, перекрыть это направление вероятного движения противника. Так мы и действуем сегодня. И как будто вооруженные силы неплохо работают. Хотелось бы, чтобы этот вопрос был затронут. И госсекретарь, как главный контролер от имени президента, тоже доложил, как он это видит.